МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девочки, щенок, чистый лабрадорчик, ему 6 месяцев. Очень тяжело болен, у него огромный живот, раздутый, асцит. Его привезли с документами, просто бросили и уехали. Сказали, лечите, если вам надо. И бросили вот этого дитя. Я сейчас его заберу, потому что он до утра просто не доживет, он лопнет. И сейчас я буду звонить врачу, и чтобы он меня научил, как правильно поставить иглу, чтобы откачать ребенку воду. Ребята, мне предстоит вторая бессонная ночь, просто адская. Я жду этого ребенка сейчас, должны привезти. Я пока не знаю. Малышу 6 месяцев. И помоги Бог, чтобы мы могли ему помочь. Но я хочу попробовать спасти малыша. Вот эту фотографию, прям вот с большим животом и большими глазами. Вот такими становятся собаки, когда их кормят. Ну, все же вы уже сказали, что нужно кормить мясом. Нельзя кормить всякими кашами бесконечными, тем более паренным зерном. Это не куры. Валь, где ты их находишь-то? Я таких собак на улице даже нигде не видела. Ну, ты посмотрю, как эти сволочи люди обращаются с ними. Ну, у меня других слов просто нет. Нельзя. Не уподабливайся им. Пожелай им доброго здоровья. Пусть живут долго. Потому что все равно за все рано или поздно им придется ответить. Не бери грех на душу. Не бери. Сейчас правильно уколоть, чтобы начался отток жидкости. Это самое главное. Это что-то страшное, Ира. Это что-то страшное. Бедный мой маленький. Сейчас все будет хорошо. Это что-то невозможное. Сейчас мама держит. Сейчас будет легче. Все будет легче. Поближе малыша. Покажи малыша полностью. Все будет хорошо. Сейчас легче станет. Сейчас легче станет. О, Господи, Боже мой. Бедное дитя. Господи, какой же он бедный. Кое же он бедный. Маменький. Маменький. Да, все равно и хорошо. Вон как сильно текет. Просто текет. Не даст Бог, чтобы ребенку стало полегче. Катетр всегда в пуповину вставляют, да? Не в пуповину, рядом. Ну давай, мы завтра. Все будет хорошо. Что делать сюда, пожалуйста? Так, ребят, дыхание стало полегче. Уже нет того ажиотажа. Живот, конечно, спал, но не сильно. Хотя мы выкачали уже. Почти пол ведра. Плюс мы укололи форосимит, он писает потихонечку. Уже вторую пеленку нам описывает. Но это хорошо, что с него уходит хоть какая-то жидкость. Но дыхание, мне нравится, что дыхание стало получше. Ребенку стало легче дышать. Девочки, отек уходит. И смотрите, какие ребра. Все будет хорошо. Дохлони ее уже легче. Напугал меня, господи. Мне показалось, что дропил. Чекет, конечно, еще сильнее. Ребята, мы делаем в домашних условиях, как можем. Сами понимаете, среди ночи клиник у нас круглосуточных дней. А ребенку помочь надо было быстро. Мне уже легче стало. Он уже хорошо дышит. Ведро? Да, почти ведро. Сейчас как раз доверется все остальное, и будет полное ведро. До утра он бы не дожил. Не дожил бы. С 12 часов ночи я с этим малышом. И вот только-только закончила. Я вымотанная вся, как не знаю кто. Просто давай будем спасать. А еще он очень устал. И он спит. И дыхание выровнялось, видишь? Спасибо за помощь. Спасибо, что отозвалась. Смотри, завтра я уже созвонилась с врачами. Назавтра в обед где-то надо его везти в Липецк. На обследование. Сказали с утра не кормить. Так что завтра я его повезу. Тем более, что я малыша при повезла. Сейчас ему УЗИ делают. Сейчас полностью обследовать будем. Девочки, сейчас делают КТ еще. Но расшифровка будет только во вторник. Поэтому пока не знаем. Во вторник будет ясно, будет ребенок жить или нет. Девочки, ну что? Малышу откачали еще раз жидкость. Сделали КТ. Поэтому он под наркозиком еще. Но описание будет только во вторник, когда посмотрит врач. Только во вторник, ребята. Распечатка будет КТ. И тогда будем думать и смотреть уже, что делать. Есть ли у ребенка шанс выжить. И можно ли его прооперировать. Я его укутала, и он спит. Он еще не отошел от наркоза. А укрыла его, потому что попа мокрая. Все будет хорошо. Привезли. Он еще под наркозом. Он еще не отошел. Еще головкой вертит. Все хорошо. Все хорошо, малышка. Все будет хорошо, малыш. Все хорошо. Все хорошо, деточка моя. Все хорошо. Жидкость сегодня откачали посильнее. Он мокрый, весь это он написался. Ничего страшного. Ничего. Все будет хорошо. Все хорошо, маленький. Девчонки, лучше порадуйтесь за нас, ладно? Вы знаете, как трогательно. Вот два инвалидика. Легавая и лабрадорчик. У легавой гематома в голове она кружит. Помните, у нас был Мишка, который голова на боком кружил все время. Вот легавая девочка сейчас так кружит сильно. И лабрадорчик. Они сегодня так красиво играли. Я схватила видео, хотела снять. Я просто не успела. Они как раз перестали играть. Я бы опоздала на две минуты. Так хотелось снять, показать вам. Два инвалидика, два ребенка. Простые дети. Вы знаете, до слез. Они играть хотят. Перестань дюрбанить мне коробку. Ребята, сейчас я вам дам. Ну, что мой золотой? Ты красотка? Сейчас лапку перевязывать будем. Да. Сейчас будем перевязки делать. Да, солнышко? Сейчас будем перевязки делать. Сейчас, мои хорошие. Лисик. Ты красавчик. Лисик такой, лисик. Не бойся. Лисик. Лиг мой красавчик. Лиг мой хорошие. И самая большая собака пришла. Самая большая собака пришла. Да-да-да-да-да. И все они приобрели новый дом, все хвостики приюта. Всем желаю хорошего дня, за хвостика беленького вообще очень рада, что наконец-то он благодаря нашей Вале золотому сердцу уже виляет хвостиком. Всего хорошего, девчонки, до связи. Всех целую и обнимаю.